Сегодня мы будем разбирать непосредственно основные курорты, из которых у нас состоит Красная Поляна, и отели, главные отели, самые популярные, которые мы предлагаем, как туроператор Панненса. Прежде чем мы переступим к основной теме нашего сегодняшнего вебинара, конечно же, хочется вам напомнить о том, что 30 сентября у нас заканчивается акция раннее бронирование на зимний сезон 2022-2023, которые у нас, конечно же, эта акция знаменита повышенной комиссией, удобными условиями по предоплате и самыми вкусными ценами по раннему бронированию. Конечно, такое направление, как Сочи, Красная Поляна и, в принципе, даже и Мерзинская низменность, весь курорт Сочи у нас также включен в акцию раннее бронирование на зимний сезон, поскольку эти курорты являются круглогодичными, поэтому до 30 сентября у нас действуют очень хорошие условия по бронированию, как для вас, для туристических агентств, так и для туристов, которые приобретают тур по данным направлениям. Вижу, что Инна отлично знает направление Красная Поляна, это всегда приятно слышать. Инна, специально для вас и для других слушателей сегодняшнего вебинара мы анонсируем чартерную полетную программу на зимний период на Уральских авиалиниях из Москвы. Коллеги, что у нас со звуком? Слышны ли меня? Слышите ли вы меня, дорогие коллеги? Слышно, все хорошо. Давайте договоримся, если будет пропадать звук, то в таком случае вы просто нажимаете кнопку «Обновить». А если я понимаю, что повсеместно никто меня не слышит, тогда обновляться буду я. Отлично. Тогда продолжаем. Зимняя наша чартерная полетная программа на Уральских авиалиниях стартует прямо с началом горнолыжного катального сезона, с конца декабря месяца и как раз мы попадаем на новогодние праздники, на самые яркие мероприятия, на самые яркие празднования Нового года. Полетная программа чартерная у нас выставлена из Москвы, но, конечно же, у нас также есть и ГТС-туры на регулярных авиарейсах из многих городов России, а также помимо только групповых туров, будь то Сочи, прибрежная часть, будь то Красная поляна, у нас есть еще и комбинированные туры, которые совмещают отдых на побережье плюс отдых в горах. Поэтому все это можно будет увидеть в нашем подборе туры. Сейчас уже туры, большая часть отелей уже на зимний период посчитаны. Если каких-то отелей не видите сейчас в подборе тура, то, я думаю, что в ближайшее время не появится, либо же можно запросить у своих кураторов цены, либо информацию, когда отель появится. Наземное обслуживание мы также предлагаем в подборе тура. Это сносочка туры без перелета. Если вам нужен только отель, а турист добирается самостоятельно, это все также возможно сделать и подобрать в подборе тура. Следующий слайд у нас показывает карту курортов, карту региона Сочи. Всем нам известно, что наши туристы, выбирая курорт Красная поляна, либо любой другой курорт, прилетают в аэропорт Адлера. Они в Сочи, в Сочи аэропорта нет, поэтому вот таким красным самолетиком у нас отображен аэропорт Адлера, откуда уже очень удобно туристы добираются до Красной поляны. Конечно же, если это пакетная заявка, то туда уже включен групповой трансфер, который собирает наших туристов и довозит до Красной поляны. В среднем время в трансфере занимает час, максимум полтора часа, это прям совсем максимум. Если же туры у нас без перелета, то в таком случае вы можете либо самостоятельно, туристы могут самостоятельно добраться до курорта, воспользовавшись общественным транспортом, ходит прямой автобус, воспользовавшись каршерингом, либо заказать индивидуальный трансфер, либо такси. В принципе, можно и ласточкой воспользоваться, и электричкой, но ходит она, к сожалению, не так часто, как хотелось бы, поэтому это наименьший из вариантов, какой туристы выбирают, если они добираются самостоятельно. Здесь все очень достаточно просто и быстро. Теперь о курорте Красная поляна. Он у нас состоит из трех горнолыжных курортов, подразделяется на три горнолыжных курорта. Это Роза Хутор, Красная поляна и курорт Газпром. Конечно, каждый из этих курортов считается лучшим по своим каким-то критериям. Безусловно, каждый из них достойный, и выбирая любой из трех курортов, туристы останутся в полном восторге от того места, где они пребывают, от инфраструктуры, которая есть, потому что инфраструктура есть в любом курорте, будь то Красная поляна, сейчас Газпром, либо Роза Хутор. И даже если мы говорим сейчас о частном секторе, который в последние годы очень-очень сильно разросся, и помимо различных гостевых домов здесь появляются и отели. Отели шикарные, о многих из них мы сегодня тоже будем говорить. Инфраструктура есть везде, выйти есть абсолютно из любого отеля. Если мы говорим непосредственно о горнолыжных курортах, конечно же здесь наибольший сгусток, да, инфраструктура происходит, все, что нужно туристам, и торговые центры, и различные рестораны разного уровня, в том числе и даже уже по России самые известные рестораны представлены на Красной поляне, и ночные клубы, и развлечения как для детей, так и для взрослых, и даже аквапарки. Апрыски развиты абсолютно на всех курортах, поэтому Красная поляна, конечно же, не зря считается лучшим горнолыжным курортом, в принципе, местом в России, поэтому с каждым годом здесь становится все лучше и лучше. Ну, если мы говорим о трассах, конечно, также выбирая абсолютно любой из трех курортов зоны катания, каждый турист найдет себе трассу по своему уровню, потому что сейчас более подробно о трассах будем говорить в следующих слайдах. На каждом из курортов есть, конечно же, и черные трассы для продвинутых катальщиков, и синие, и красные, и зеленые для самых-самых начинающих, и даже для детишек. Все это, безусловно, присутствует, не зря Красная поляна является таким самым популярным местом для отдыха в зимний период. Ну, и вот по такой не очень понятной карте, на самом деле, особенно она, наверное, будет непонятна для агентств, которые не особо знакомы с курортом Красная поляна, на этой карте отображены как раз-таки три горнолыжных комплекса, которые в общей своей сложности называются Красная поляна. Самый разнообразный по количеству трасс, по инфраструктуре – это курорт Роза Хутор. Его я сейчас показываю на слайде. Роза Хутор у нас сосредоточилась аж на двух склонах. Наибольший по количеству трасс есть склон, и есть еще прекрасный южный склон для тех, кто любит покататься среди лесного массива, среди елочек. Южный склон идеально подойдет в этом плане. Следующий курорт – Газпром. Он у нас расположен на двух горах и делится на два сектора. Это курорт Лаура-Газпром и Газпром-Альпика. Это другая гора. Но вместе они составляют один курорт, который называется Газпром. Ну и курорт Красная Поляна – это бывший горкий город. В 2020 году произошел ребрендинг, и он также теперь называется Красная Поляна. Тоже излюбленное место для проживания, катания наших многих горнолыжников. Это основные три курорта, но также у нас есть и зона частного сектора, которая у нас находится при въезде на курорт Красная Поляна и прямо уже по обратную сторону от курорта Красная Поляна, от главной дороги. Также сосредоточен здесь уже частный сектор. И здесь же у нас стали появляться отели. То есть зона расположения примерно здесь. Теперь по техническим характеристикам. На слайде вы можете видеть три горнолыжных курорта. Это Роза Хутор, Красная Поляна, бывший горкий город и Газпром. Что мы можем здесь видеть? Что самый большой перепад высот, самые высокие горы находятся на курорте Роза Хутор. Самая высокая точка 1509 метров. И, конечно, Роза Хутор, как я ранее сказала, это самый богатый по протяженности трасс. Курорт 105 километров, порядка 60 трасс по прошлому году. Насколько мне известно, что в этом сезоне новых трасс не предвидится к открытию, но, возможно, я ошибаюсь. Наверное, пока анонса новых трасс не было. И мы видим, что преимущественно на Розе Хутор у нас сосредоточены трассы средний уровень сложности. Это синие и красные трассы, но также присутствуют черные и зеленые. И количество подъемников 32. Подъемники абсолютно различные, комфортные для того, чтобы добраться на самую вершину горы. Следующий курорт – это Красная Поляна. Максимальная высота 2340 метров, протяженность трасс уже 30 километров. Это курорт не такой продолжительный по протяженности трасс, но, тем не менее, он тоже является достойным. И очень многие туристы предпочитают именно Красную Поляну, нежели Роза Хутор. Поскольку, действительно, поток туристов зимний сезон в большей части преимущественно в Розе Хутор. И если мы говорим об очереди, к примеру, на подъемнике, такое тоже бывает. И это не секрет, то на Розе Хутор, конечно, аншлаг в этом плане. Ну, Красная Поляна – курорт такой более уютный. Он небольшой, и здесь пока 30 километров протяженность трасс. Всего 29 трасс. Также мы видим преимущественно красные. На втором месте у нас синие трассы. И присутствуют также зеленые для новичков и для продвинутых катальщиков. Также 5% черных трасс присутствует. Ну и «Газпром». Самый уединенный горнолыжный курорт. Но на него также, конечно же, есть спрос. Он у нас такой невысокий. Максимальная высота 1600 метров. И стоит заметить, конечно, что «Газпром» открывается и закрывается. Именно период катания открывается позже всего, закрывается раньше всего. Потому что горы не такие высокие. И, конечно же, снег здесь держится меньше всего. Тем не менее, здесь 21 километр трасс. 23 трассы всего. Также есть синие и красные, и черные, и зеленые. Обратим внимание, что зеленых здесь аж 15%. Действительно, здесь есть много достаточно легких трасс для того, чтобы впервые встать на лыжи на сноуборд. Трассы очень широкие, очень приятные, пологие. Поэтому это излюбленное место именно отдыха туристов, которые только приезжают, знакомятся с курортом Красная Поляна и становятся, соответственно, на лыжи и сноуборд. Вот такие вот технические характеристики. В принципе, как я ранее сказала, здесь можно видеть, что любой курорт можно выбирать для катания. Потому что все курорты прекрасно подходят для отдыха всех уровней катания туристов. Начинаем с Розы Хутор. Розы Хутор крупнейший у нас курорт на Красной Поляне. Протяженность трасс, напомню, 105 километров. Розы Хутор считается лучшим курортом в России именно по техническому оснащению, по разнообразности трасс, по инфраструктуре. Действительно, здесь есть все. И пункты проката, и, конечно же, школы, детские сады для детей, школы для подростков, инструктора. Абсолютно все присутствует на этом курорте. Что касается именно объектов размещения, то здесь сосредоточены шикарные отели. Сегодня мы о них будем говорить. Если говорить о том, когда, в принципе, в среднем начинается катание, то, к сожалению, по статистике последних лет, с каждым годом все позже и позже начинается сезон. Это все, конечно, зависит от температуры в горах. И если даже снег задерживается, то курорты Розы Хутор и Красная Поляна, они оснащены системами искусственного снега. И если температура будет позволять, а снега не будет, то, конечно, снежные пушки уже будут включать. В среднем это уже происходит в 20-х числах декабря. Но, как правило, на Новый год уже снег лежит и уже сезон открыт. И как на курорте Роза Хутор, так и на курорте Красная Поляна. По Газпрому бывают разные ситуации. Здесь мы можем видеть карту склонов на курорте Роза Хутор. Из самых интересных моментов можно увидеть самую высокую точку курорта 2509 метров. Прекрасную панорамную площадку, куда поднимаются наши туристы, чтобы оказаться выше облаков и посмотреть на горные вершины Кавказского хребта. Это высота Роза Пик 2320 метров. Если туристы не катаются, а, тем не менее, приезжают на курорт Красная Поляна, чтобы насладиться той инфраструктурой, той красотой, которую она им дает, то прогулочные маршруты, они как раз-таки осуществляются до высоты 2320 метров. Что еще можно выделить? Наверное, стоит показать старт, откуда, собственно, происходит подъем. Это горно-олимпийская деревня, высота 1100 метров. И, собственно, вы можете видеть огромное количество трасс разного цвета. Это зеленые трассы, они преимущественно, конечно же, пониже располагаются. И также на южном секторе курорта Роза Хутора. Это трассы Явора 1 и Явора 2. Это очень такие красивые трассы, они совсем не сложные, поэтому для новичков, для тех, кто хочет насладиться красотой именно этого курорта и не боится подняться на высоту 2320 метров, для того, чтобы потом совершить прекрасный, очень красивый спуск, то это как раз-таки южный склон нужен нашим туристам. Ну и также видим красные и синие трассы, самые продолжительные по своей длине трассы как раз-таки находятся на курорте Роза Хутора. Это вот, например, трасса Горизонт синего цвета, она имеет продолжительность аж 7 километров. Трасса Явора имеет порядка 6-7 километров продолжительность. Поэтому здесь, конечно же, очень интересно отдыхать и всегда скучно не будет, так сказать, потому что трассы все разные и действительно очень много можно каждый раз пробовать что-то новое, новые маршруты, новые виды. Если туристы у нас не только приехали кататься или же вообще не катаются, конечно же, на курорте Роза Хутора есть огромное количество развлечений. Это развлечения для детей, такие, как, например, детский клуб, детский парк Дети Лэнд. Называется он и работает на базе отеля Азимут Фристайл. Гости, которые проживают в отелях Азимут и апартаментах Вальсет, они могут абсолютно бесплатно посещать детскую комнату. Ну и за дополнительную плату извне, из других отелей сюда также можно попасть. Прекрасная школа творчества, территория творчества Алгиз, она также работает на территории курорта Роза Хутор. Это место, куда также можно сходить с детишками. Более активные варианты развлечений это Радельбан, это такие сани, которые рассчитаны на два человека. Дети тоже сюда допускаются. С высоты гор на Олимпийской деревне можно спуститься на этих санях. Здесь скорость саней, к сожалению, сейчас не подскажу, но у туриста есть возможность самому выбрать, насколько экстремальным он хочет, чтобы был этот спуск. Потому что здесь из всего того, что есть в округе, только единственный рычаг это тормозы. Поэтому, если уж совсем будет страшно, можно притормозить, а можно прокатиться на полной скорости. Также для любителей более экстремальных развлечений качели над облаками есть. Действительно, они находятся на вершине горы и для тех, кто не боится, может покататься на таких прекрасных качелях. Ну и, конечно же, всевозможные отдыхи в спа-центрах, которых огромное количество на курортах, будь то Роза Хутор, будь то Красная Поляна, на слайде отображены лишь некоторые из них. Конечно, многие спа-центры принадлежат определенным отелям. И если гости отдыхают, например, в отеле Рэдисон Роза Хутор, либо Меркюр Роза Хутор, посещение спа-центра является бесплатным для гостей отеля. Но если вдруг турист живет в отеле, в котором спа-центра нету, все эти спа-комплексы в большей своей части можно уже посетить за дополнительную плату. Стоимость, она, конечно, разнится. Я сейчас ее не смогу озвучить. Она действительно разная от отеля к отелю. Поэтому все это реально. Можно даже отдыхать в бюджетной гостинице и посетить великолепные бассейны, и великолепный спа-центр в отеле Гринфлоу, который является, наверное, самым инстаграмным местом сейчас, как и многие годы ранее, на курорте Красная Поляна. Но помимо спа-центров в самих отелях, есть и огромное количество банных комплексов. Попариться в бане на Красной Поляне, в конце выпить чая краснополянского с медом, это, конечно же, дорогого стоит. И мы всегда очень советуем посетить всевозможные банные комплексы, которых огромное количество на Красной Поляне. Где отдыхают наши туристы? Где они проживают в Розе Хутор? В Розе Хутор у нас есть две отметки высоты. Это высота Роза Долина, 560 метров, и горная Олимпийская деревня. Это две высоты, где отдыхают и располагаются наши гостиницы. Гостиницы всемирных мировых цепочек высокого уровня. И если мы обратимся сейчас к карте высоты 560 метров, то из самых значимых точек на карте мы можем увидеть, конечно же, главную канатную дорогу. Называется она Олимпия, откуда и начинается путешествие наших туристов на вершину горы. Именно отсюда наши туристы садятся в кабинку и поднимаются уже до высоты 1170 метров. Это горная Олимпийская деревня. Но это не единственная канатная дорога. Также есть и канатная дорога... Сейчас меня немножко переклинило, прошу прощения, стрела. Стрела, она поднимает туристов на другую высоту, на другие зоны катания. Стрела не всегда работает. Не могу сказать по каким причинам, но почему-то не все знают об этой канатной дороге. И в периоды высоких дат, высокой загрузки курорта выстраивается к Олимпии огромная очередь. Хотя есть еще и вторая канатная дорога, которая тоже туристам поможет им добраться до горнолыжных трасс. Поэтому запомните, что здесь есть две канатные дороги – Олимпия и Стрела. Конечно же, напротив Олимпии находится главная достопримечательность курорта Роза Хутор. Это площадь с ратушей. Очень красивое место. Ратуша с часами. Особенно красиво здесь зимой, в период, когда достаточно сильный снегопад. И вот горная местность, которая позади этой ратуши, она вся в снегу. Фотографии получаются просто потрясающие. Также для тех туристов, которые отдыхают в апартаментах, например, в апартаментах Вальсет. Вот здесь они располагаются. Есть несколько корпусов. Здесь Вальсет корпуса и здесь. Наиболее, конечно же, будет актуально наличие супермаркета. Поскольку все апартаменты Вальсет у нас оборудованы кухней, а значит, нужно готовить, готовить из чего-то, да. У нас есть также на курорте Роза Хутор перекресток, отличный супермаркет, где гости как раз-таки могут и закупиться. И как раз перекресток находится совсем неподалеку. То есть можно пешочком вполне спокойно дойти. Также на курорте Роза Хутор есть каток. Есть концертная площадка Роза Холл. Ну, это, наверное, основные точки притяжения, что находится на высоте Роза Долина 560 метров. Переходим к нашим гостиницам, которые находятся на высоте 560 метров. Напомню, главные для них канатные дороги – это Олимпия и Стрела. Начнем с Меркюр Роза Хутор. Это отель 4 звезды, отель сечевой, очень классный. Несмотря на то, что он открыт достаточно давно, он в отличной форме, можно так сказать. Находится он в 400 метрах от подъемника, от основного подъемника Олимпия. Трансфер не организовывается. То есть, туристы до подъемника идут пешком со своим горнолыжным оборудованием. Отель Меркюр предлагает нам различные типы размещения. Есть как стандартные номера, так и номера с привилегиями. Именно так называется категория номера – привилегия. Эти номера находятся, прежде всего, на самом высоком этаже, откуда открывается, конечно же, превосходный вид на горные вершины. Также дополнительными опциями, в отличие от стандартных категорий, здесь представлены кофемашины, наборы, более расширенные наборы косметики, мини-бар, включенный в стоимости пополняемый, и халаты и тапочки. Отель, работающий на базе питания «Завтраки». Отель, который имеет прекрасный спа-центр. Вот так мы можем видеть, как выглядят номера. Даже если посмотрим на стандартную категорию, видим, что она просто отличная, такая замечательная, с вот такими оленями на стене. И по поводу спа-центра. Он здесь присутствует, работает аж с 7 утра, с самого раннего утра. Здесь есть бассейн закрытый, подогреваемый, бесплатный для гостей отеля «Меркюр» и также есть сауна. Для детишек работает небольшой детский мини-клуб. Отель можно рекомендовать абсолютно для всех категорий туристов, очень достойный вариант. Следующая высота – это горно-олимпийская деревня, 1170 метров. Здесь расположено у нас большое количество гостиниц. Они все подписаны сейчас на слайде. Я думаю, что все знакомые вам места. И наверняка туристов вы также сюда отправляли. Здесь у нас что интересного есть. Конечно же, туристы, которые прибывают с высоты Розы долины, они, так, давайте посмотрим, они у нас приезжают. Вот, наверное, Олимпия, Олимпия. Вот она у нас идет. И туристы приезжают как раз-таки к пересадной точке на заповедный лес, на подъемник заповедный лес, который уже доставит туристов на высочайшую точку, на Розу-пик. Поэтому в среднем время в пути составит от Розы долины до Розы-пик в среднем около 30-40 минут. Из инфраструктуры на горно-олимпийской деревне есть и рестораны, есть и также пункты проката, безусловно, и травмпункты, и бары, и кофейни, всем известная, серф-кафе, которая находится у нас в здании отеля Райдерс Лодж. Поэтому здесь все самое необходимое присутствует, и даже если туристы, например, отдыхают без возможности купаться в бассейне, здесь также есть бассейн с открытой подогреваемой, даже в зимний период, Саншайн Парк, его можно было видеть на предыдущих слайдах, которые были посвящены спа-центрам. Какую высоту выбирать, сложно, наверное, сказать. Для молодежи я бы больше рекомендовала, наверное, высоту на 1170 метров, но, в принципе, они достаточно похожи друг на друга, наверное, выбор надо делать в сторону отеля. И, кстати говоря, гости, которые проживают на высоте 1170 метров, они при заселении получают карточку, которая дает право на бесплатный спуск и подъем на высоту Розы Долины. Это тоже такой огромный плюс, чтобы туристы могли перемещаться по этим двум высотам. Здесь у нас располагаются отели всевозможных уровней. Наверное, лучший отель в горно-олимпийской деревне – это «Роза Спрингс». несмотря на то, что он имеет категорию 4 звезды, это отель именно разнообразный по опциям различных предоставляемых услуг, потому что, в первую очередь, это первый бальнеологический отель на Красной Поляне, это отель, который предоставляет расширенные медицинские возможности. Действительно, это отель обладатель множества наград, и здесь есть лечение местными минеральными водами и вообще всевозможные профили лечения. Отель очень достойный, отель очень красивый, и это один из двух отелей, который имеет возможность ски-ин, ски-аут. Таким образом, что гости, покидая территорию отеля, сразу оказываются на горнолыжном склоне, то есть они попадают в зону подъемника в шале и уже могут подняться прямо сразу в зону катания. По номерному фонду давайте посмотрим. Шикарные номера, очень красивые, в таких теплых тонах. Действительно, отель оставляет самые лучшие впечатления о нем. По поводу лечения туристы могут оформить медицинскую карту и уже приобрести то лечение, которое им необходимо, потому что профилей здесь огромное количество. Здесь также есть спа-центр, он бесплатен для гостей, то есть все, что здесь включено, это и спа, и хамам, и сауна, все будет бесплатно, но уже процедуры, либо массажная комната, это все за дополнительную плату. Для отдыха с детишкой отель «Роза Спринг Стажа» также подходит. Здесь есть игровая комната и даже детская зона в ресторане. Следующий отель, отель «Роза Виллэдж», он имеет категорию «Две звезды». Здесь нет спа-центра, но здесь тоже много интересных, таких есть фишечек. «Роза Виллэдж» у нас располагается достаточно далеко от подъемника, но на протяжении всего зимнего сезона по всей горной олимпийской деревне у нас ходят шаттл-базы. Они бесплатны для гостей всех отелей, и даже если отели отдыхают в «Роза Виллэдж», в отеле «28» или отеле «Гринфлоу», это самые дальние относительно подъемника отеля, они этим шаттлом пользуются, загружаются в эти маршруточки, укладывают свое оборудование и буквально за 7-10 минут оказываются у подъемника «Заповедный лес». Отель «Роза Виллэдж» – это не одно здание, это комплекс коттеджей, их всего 15. В каждом коттедже находится от 8 до 10 номеров. Таким образом, что на этаже может находиться несколько категорий номеров. И посмотрите, если отель «Две звезды» имеет такую звездность, какие прекрасные номера здесь расположены. Здесь есть стандарты, стандарты повышенной комфортности, есть семейные двухкомнатные номера. Поэтому отель, конечно, рассчитан на большие компании, на группы друзей. И в каждом корпусе есть своя общественная зона. Она находится на первом этаже. Здесь есть зона такой мини-кухни, зона гостиной, игровая комната и камера хранения горнолыжного оборудования. Можно даже целый коттедж снять большой компанией, и это порядка 30 человек. Если туристы выбирают номера повышенной комфортности, для них включен клубный этаж. Эти номера также называются стандарт ПК, например, улучшенные ПК, повышенной комфортности. И клубный этаж им можно будет воспользоваться. Вот такая вот приятная тоже зона гостиной с мини-кухней. Ну а если у вас большая группа туристов, и они готовы выкупить целый этаж, вот этот вот клубный номеров, то есть все номера, которые есть на этом этаже, их порядка 4, то вот эта зона, она будет принадлежать только вашим туристам, вот этой группе туристов, которая выкупила этот этаж. Поэтому тоже очень классно, очень удобно. Такой вот интересный отель Роза Виллэдж. Следующая гостиница, приют Панда. Она не имеет звездности, и это тот вариант размещения, который предпочитают активные катальщики, которые хотят бюджетно отдохнуть на Красной Поляне, с минимумом денег потратить, максимум эмоций получить. Потому что приют Панда предлагает размещение в варианте хостела. Это, соответственно, место в 4-местном номере, в 8-местном номере и в 10-местном номере. Есть варианты размещения эконом. Эконом – это значит, что удобство будет на несколько номеров. Соответственно, в номере нету собственного санузла. Ну и стандартная категория номеров – это 17 квадратов. Это более привычные номера для нас. Но несмотря на то, что этот отель также не имеет звездности, прекрасный номерной фонд, я считаю, вот таким образом выглядит стандартный двухместный номер. Приют Панды располагается также достаточно на удалении от подъемника, но можно воспользоваться шаттлбасом, который доставит их до подъемника заповедный лес. В отеле есть зона, где проходят завтраки, и вот такая вот зона для проведения досуга. Здесь кафетерий, небольшой такой кинотеатр, и зона, где можно поиграть в настольные игры. Следующие отели, они у нас располагаются в интерактивной зоне музея «Моя Россия». Кто-нибудь знает вообще о этой местности? Она находится на высоте 560 метров. И совсем недавно здесь появились отели, которые находятся сейчас под управлением русских сезонов. Не вижу реакции в чате. Наверное, вы тоже еще не знаете об этом. Действительно, несколько бутик-отелев появились в самом центре интерактивного парка-музея «Моя Россия». Первый бутик-отель – это русские сезоны «Невский». Каждый из этих отелей, о которых мы сейчас будем говорить, они буквально несколько номеров имеют. То есть это действительно совсем крошечные такие гостиницы. Но с очень интересными номерами на самом деле. И если ваши туристы хотят оказаться, окунуться в эпоху балов, дворцовых интриг и почувствовать себя настоящим дворянином, то, возможно, им стоит присмотреться к русским сезонам. «Невский» таким вот образом выглядит номерной фонд. Здесь есть как стандартные категории номеров, так и делюксы и люксы. Отель работает по концепции без питания. Питаться можно за территорией завтракать, либо можно перекусить в зоне бара-кафе, который находится в корпусе «Невский». Следующий корпус – это русские сезоны «Лермонтов». Отель построен в традиционном для Северного Кавказа стиле. И если вы обратите внимание на слайд, вы увидите, что здесь сосредоточено большое количество камня и дерева. Действительно очень интересные номера интерьера конца 19-го, начала 20-го века. Все номера были разработаны, стилистика номеров была разработана известным российским дизайнером Валентином Юдашкиным. Это тоже очень интересно. на территории именно Лермонтова находится банный комплекс, который гости могут посетить за дополнительную плату. Ну и заключительный корпус – это русские сезоны «Кижи». Тоже очень интересный такой объект для проживания туристов. Располагается он примерно в одном километре от подъемника «Олимпия». Достаточно далеко. Обещали в зимний сезон отправлять шаттлбасс. Пока информации прямо точно нету, но я надеюсь, что, конечно, эта информация подтвердится, потому что туристам один километр – это достаточно далеко ходить до подъемника. Что же такое «Кижи»? «Кижи» у нас напоминает палату Ивана Грозного. Здесь достаточно тяжелая мебель из массива, роспись русской вязью под потолками, авторские светильники. Очень интересный номерной фонд. «Кижак» всего шесть номеров. Действительно, самый настоящий бутик-отель. Но номера очень, конечно, красивые, очень приятные, интересные. Отель также работает без питания. По концепции без питания туристы могут за дополнительную плату пообедать, поужинать и позавтракать. Вот такой вот курорт был «Красная поляна». Мы переходим к следующему курорту, к курорту, опять-таки, «Красная поляна». Бывший горкий город. Именно он встречает наших туристов по дороге из Адлера. Напомню, что здесь протяженность трасс 30 километров. Вечернее катание также доступно. В случае, если снега будет достаточно, либо температура низкая будет держаться долго, чтобы, соответственно, это вечернее катание случилось. И для любителей фрирайда здесь присутствует шесть официальных зон катания. Работают два сноупарка. Курорт очень популярный среди всех уровней катания. Ну и из инфраструктуры, о инфраструктуре тогда чуть позже поговорим, мы сейчас посмотрим на непосредственно карту курортов. По сравнению с «Розой хутор», конечно же, изменения налицо. Действительно, здесь не так много трасс, но мы также можем видеть и зеленые, и красные, и синие, и даже черные трассы. Поэтому для всех туристов подойдет. Теперь по развлечениям. На курорте «Красная поляна» огромное количество также есть услуг, помимо того, чтобы кататься на склонах. Есть прекрасный аквапарк «Маунтэн бич», который находится в торговом центре «Горки Молт». Здесь же у нас находится кинотеатр, здесь же у нас находятся различные фудкорты, есть и рестораны, есть и магазины, и здесь же у нас находится торговый центр «Перекрёсток». Конечно, зимние виды развлечений. Это вот такой вот «Горки Флай» по типу зиплайна, катание на тюбингах, «Хаски» центр на высоте 960 метров, «Парк приключений Вандерленд». Это, конечно, зона для детей. Если детишки хотят очутиться в самой настоящей сказке, то можно их пригласить как раз-таки в этот парк «Раслечения Вандерленд» и встретиться с бабой Ликой. Прекрасно развиты опрыски, в том числе и на курорте «Красная поляна», «Воздушный шар». Не всегда эта опция присутствует. Не могу точно сказать, в этом сезоне будет работать «Воздушный шар» или нет, но если будет, то будет просто замечательно. И по поводу тоже спа-центров, как и на «Розе Хутор», большое количество отдыха и расслабления предлагает нам и курорт «Красная поляна». В основном спа-центры сосредоточены в наших любимых отелях. Это отели 5 звезд, и отели 4 звезды. Ну и возможность также попариться в бане, далеко не уезжая от своего отеля. Все это будет возможно на курорте «Красная поляна». Также, как и «Розе Хутор», «Красная поляна» имеет две высоты и две точки притяжения. Это высота 540 метров и высота 960 метров. 540 метров. Что у нас здесь интересного располагается? В первую очередь наша канатная дорога. Давайте ее найдем. Она находится вот здесь. Называется она сейчас «Красная поляна». Это бывшая горная карусель. То есть у нас сменилось даже не только название курорта, но и канатные дороги. Отсюда у нас, соответственно, первая канатка отправляет наших туристов уже на высоту 960 метров. Прямо обратите внимание в шаговой доступности от канатной дороги у нас находится отель «Кортьяр». Торговый центр «Горки Мол», где как раз и аквапарк, и баулинг, и кинотеатр, и перекресток, все здесь располагается. И пятизвездочный шикарный отель, один из лучших, в принципе, на всем курорте «Красная поляна» это «Сочи Мариот». Гости, которые отдыхают в «Сочи Мариот», они могут по крытому переходу перейти в зону развлечений. Это казино «Сочи». И все остальные домики. Это зеленые крыши, синие и красные крыши. Это апартаменты. Апартаменты 540 и апартаменты «Премум». О них мы тоже сегодня поговорим. Вот такой вот достаточно небольшой курорт, но все необходимое присутствует. Для тех, кому нужен бывший Макдональдс сейчас «Вкусная точка», он у нас располагается прямо по обратной стороне, практически от канатной дороги. Поэтому это тоже присутствует. Теперь по отелям. Конечно же, как я ранее сказала, лучшим отелем является отель «Сочи Мариот» «Красная поляна», который покинул сеть Мариот недавно, но название свое пока не изменил. По поводу презентации. Презентации мы не отправляем, к сожалению, потому что мы переживаем за то, что вдруг кто-то информация будет неактуальна на момент, когда вы будете эту презентацию туристам показывать. И мы можем быть в этом виноваты таким образом, по этой причине. По поводу «Сочи Мариот». Это, конечно, премиум уровень. Премиум уровень. Если у вас есть изыскательные туристы, то это «Сочи Мариот». Великолепный номерной фонд. Минимальная квадратура номера порядка 35-40 квадратных метров. И как раз таки с делюксов начинаются у нас все категории номеров. Помимо стандартных делюксов, здесь есть еще и превосходные экзекутив сьюты. Это пентхаусы и президентшал сьюты. Есть также номера семейные. Это «One Bedroom Deluxe», «Two Bedroom Deluxe», «Free Bedroom Deluxe» и так далее. Огромное количество номеров. То есть это самый большой объект размещения среди всех отелей, которые существуют на Красной Поляне. Действительно, здесь, если я не ошибаюсь, порядка 500 аж номеров. Великолепное питание. Превосходные завтраки с шампанским, со свежевыжатыми соками. На территории «Сочи Мариот» находится множество также ресторанов, которые работают по меню и которых не стоит бояться. Это действительно очень хорошие рестораны и там не кусающийся ценник. То есть ценник, если мы даже говорим про рестораны в Москве, будет значительно ниже, нежели в Москве намного выше, например, цены в ресторане подобного уровня. Поэтому, если гости хотят у вас где-то поужинать и спрашивают у вас совета, вы можете посоветовать один из множества ресторанов, которые находятся в отеле «Сочи Мариотт». Конечно же, помимо прекрасного номерного фонда здесь есть еще превосходный спа-центр, который включает в себя как открытую часть, открытый подогреваемый бассейн, который к началу сезона уже должен точно функционировать, и его открытая часть, это и паровые, и финские сауны, это всевозможные массажные кабинеты, это турецкий хамам, это витаминный бар, действительно, здесь один из лучших спа-центров в принципе на курорте «Красная поляна». Следующий отель это «Кортьярд Мариотт», отель категории уже 4 звезды, и как я вам ранее говорила, это самый ближайший отель относительно подъемника «Красная поляна». Состоит отель из двух зеркальных корпусов, первый корпус мы сейчас видим на слайде, со второго корпуса происходит съемка, соответственно, и наш подъемник находится вот как раз-таки между этими двумя корпусами. Прекрасный отель, я сама в нем лично отдыхала и выбирала его в качестве места для отдыха, потому что у него достаточно хорошая цена для того уровня, который он предлагает прекрасные завтраки, практически из каждого номера открываются панорамные виды на горный хребет, это самая ближайшая доступность до подъемника, и это отель, который работает пэтс-френдли. Если у ваших туристов есть домашние питомцы, то отель «Кортьярд Мариотт» может принять абсолютно любого питомца, нет ограничения по весу, абсолютно бесплатно, предоставляются аксессуары для животных, работает ветеринар, поэтому это тоже одна из фишек данной гостиницы. Ну и номерной фонд очень приятный, очень светлые номерные, очень светлые тона, стандартные категории мы видим и повышенную категорию «Делюкс». «Единственный минус», наверное, этой гостиницы это отсутствие спа-центра. Здесь действительно нет бассейна, но есть хамам и есть тренажерный зал. Пока на этом все, возможно, в ближайшее время будут изменения. Это как раз таки тот случай, когда если нужен бассейн, можно обратиться за услугами в соседний отель. И также общественные зоны очень тоже приятные, отели очень свежие, зона ресторана и зона лобби. Следующий отель это Новотель Резорт Красная Поляна. Находится он уже на высоте 960 метров. Как раз таки отсюда уже наши туристы добираются до самой высокой точки курорта Красная Поляна. И Новотель Резорт Красная Поляна это отель, который единственный является Skin Ski Out. Также выходя из горнолыжной комнаты этого отеля гости попадают сразу на склон в зону катания. Они могут подняться по подъемнику уже и совершать спуски. Что стоит сказать именно про эту гостиницу? Это отель идеальный для романтического спокойного очень красивого расслабленного отдыха. Идеально подойдет для празднования свадьбы каких-то главных событий жизни ваших туристов, провести выездную свадебную церемонию, просто хорошо провести время. Здесь есть прекрасный панорамный ресторан с великолепным видом на кавказских хребет. Есть великолепный спа-центр, в котором работают настоящие массажистки из Бали. Здесь можно приобрести болейский массаж. Здесь также находится самая большая лыжная комната в России. Она действительно очень большая, очень просторная, очень современная. я ее видела, тоже удивилась, с электронными ключами, то есть все по последнему слову техники. Вот ее, кстати, мы можем, это лишь небольшая ее часть, на самом деле, эта комната очень большая. Но, к сожалению, на данный момент здесь нету своего спа-центра, нету открытого бассейна, некрытого бассейна. В ближайшее время планировали вообще, мы посещали этот отель в конце прошлого года, его спа-центр планировали открыть в марте 2020, но его до сих пор не открыли, возможно, к зимнему сезону порадует нас отель на отель-ресорт Красная Поляна. Для отдыха с детишками отель можно тоже, конечно же, предлагать, здесь есть небольшая детская комната. спа-центра именно нету, в спа-центре именно нету бассейна, а такие зоны, как сауна парная, тренажерный зал, все это присутствует, то есть немножко я оговорилась. По поводу вопроса, Наталья, ваш вопрос, территория есть ли у отеля? Ну, как сказать, есть корпус, есть возможность выйти прямо на склон, это, наверное, есть территория отеля, но как таковой нет. Прямо за выходом из отеля гости попадают в зону апрыски. В зимнее время это такие шатры обогреваемые, которые в вечернее время включаются музыка уже, работают диджеи, предлагают напитки согревающие и здесь достаточно весело. Есть инфраструктура, на 960 есть возможность куда выйти, но по моему мнению на 540 на высоте развлечений гораздо больше, нежели на 960. Следующий отель это Риксис Красная Поляна, отель турецкой цепочки Риксис, которая всем нам очень хорошо известна. Отель также является премиум сегментом, располагается он в примерно 400 метрах от подъемника, отель Риксис организовывает трансфер на небольших машинках до подъемника, поэтому туристы не будут пешочком ходить эти 400 метров. Отель, который получает множество наград, практически каждый год даже была награда как лучший горнолыжный отель в России, была награда лучший спа-курорт России. Конечно, это роскошная гостиница для всех категорий туристов, ну и для семьи с детьми, поскольку здесь у нас располагается, конечно же, что у нас располагается в Риксисе, конечно же, наш Риксик Лап, где есть и детская площадка, и игровая комната с зонами для творчества и активных игр, и, конечно, родители будут уверены, что их детишки в самых надежных руках, потому что здесь работают профессиональные педагоги-аниматоры. По номерному фонду, конечно же, прекрасные номера, минимальная квадратура номера 40 квадратных метров, таким образом, что вот мы видим Супериор, это самая стартовая категория номера, конечно же, есть номера повышенных категорий, есть президентские люксы, и премиум, и люксы джуниор, сьюты, поэтому, если есть взыскательные туристы, их тоже можно смело отправлять также и в Рикс из Красной Поляны. Ну и, конечно, шикарный спа-центр, называется он здесь, забыла, как называется, двухуровневый спа-центр, площадь 6000 квадратных метров, откуда открывается панорамный вид набора, очень красивый, очень качественный, всевозможные процедуры, здесь можно приобрести, есть и термальные зоны, и хамам, и бассейн, открытого бассейна нету, только крытые. Запись вебинара, да, конечно же, она будет появиться на нашем YouTube-канале буквально через несколько дней, 3-5 дней в среднем это занимает на выгрузку. Следующий отель, это Moving Peak Красная Поляна, наверное, один из моих любимых отелей на высоте 960 метров. И второй отель сети Moving Peak, который открылся в России, чему мы очень рады. Moving Peak это швейцарский бренд, единственный в Сочи, и у нас второй Moving Peak есть еще в Москве. Очень компактный отель в формате такого бутика-отеля, здесь всего 52 номера, все достаточно камерно, все очень уютно, очень комфортно. Конечно, главными фишками всех отелей Moving Peak является наличие шоколадного часа, который проходит с 17 часов до 18 часов, ежедневно для гостей отеля, подаются десерты с использованием шоколада фирменного бренда Moving Peak. Также здесь из таких интересных моментов в лобби баре огромное количество сосредоточено лучших ассортиментов вин и виски. Очень приятное место, ну и как во всех Moving Peak работает ресторан Rocklet, где он работает как на завтрак, соответственно, по системе шведского стола, на обед и на ужин по системе Alakar. Это швейцарская кухня, главными хитами которых является, конечно же, фондю и Rocklet. Также гости, проживая в отеле Moving Peak, даже придя сюда в гости, могут приобрести здесь фирменное мороженое, фирменное кофе и фирменный шоколад. Очень приятная действительно гостиница. Здесь тоже достаточно хороший номерной фонд, очень комфортный, в приятной цветовой гамме и категория номера люкс Красная поляна очень сильно отличается именно по своей цветовой гамме, но тоже такой интересный дизайн имеет. Спа-центр также представлен в отеле Moving Peak Красная поляна, он совсем небольшой, но и гостей здесь действительно немного. В принципе, в отеле очень такая спокойная комфортная обстановка присутствует и гости забыла упомянуть относительно курорта. гости добираются ножками сюда до подъемника, поэтому здесь порядка тоже 300-350 метров до подъемника от отеля Moving Peak Красная поляна. Следующий отель Panorama by Mercure. Если вообще сравнивать все гостиницы на высоте 960 метров, то самыми семейными гостиницами будут Rixos и Panorama by Mercure. Действительно, это отель семейный. Здесь, в отличие от многих гостиниц, не имея в виду Rixos, имеется детский клуб с аниматорами. Детишек можно оставить абсолютно спокойно. В ресторане имеется детское меню, есть возможность услуг персональной няни и также есть детская зона в спа-центре. Панорама by Mercure располагается в шаговой доступности от подъемника и тоже один из немногих, кто предоставляет не только завтраки, но и питание полупансион, завтраки, ужин. Это тоже очень удобно для гостей с детьми, чтобы им вечером не выбираться из гостиницы, не оплачивать а-ля карт рестораны, все-таки это курорт и здесь питание. Можно конечно бюджетно попитаться, но если это ресторанный уровень, то это достаточно высокий ценник. Здесь можно сразу купить питание полупансион. Номерной фонд тоже очень классные номера, приятные и зону спа-центра мы тоже можем видеть. Здесь у нас есть и крытый бассейн, и тренажерный зал, сауна, хамам, и вот такие приятные зоны в панораме Байя Меркюр. Следующая гостиница Долина 960, но по названию мы тоже можем определить где она находится. Также на высоте 960 метров отель достаточно молодежный. Несмотря на такой классический внешний вид, в принципе все отели Красной Поляны в таком стиле сделаны. Если мы попадем на территорию отеля Долина 960, мы увидим очень много красок, очень много интересных таких ярких вставок. Отель был сделан в стиле поп-ап. Это тоже ботик-отель, всего 48 номеров, очень яркий, для активных туристов идеально подойдет, примерно 200 метров от подъемника. Есть тоже и номера повышенной комфортности в том числе, и главной фишкой конечно же этого отеля является его открытый подогреваемый панорамный инфинити бассейн, который гости посещают отели абсолютно бесплатно. Есть также и зоны крытого бассейна, финская сауна, парная, хамам. Такой вот интересный отель именно для активных туристов. Ну и также для молодежи, для любителей искусства, для любителей дизайна идеально подойдет отель Иви Стайл Красная Поляна. Он тоже достаточно такой яркий и интересный. Номерной фонд предлагает как стандартные номера, так и есть эксклюзивные номера, такие как двухуровневый люкс со своим собственным бассейном на крыше и трехуровневые пентхаусы. Такие вот интересные номера в отеле Липис. Все абсолютно номера оборудованы системой умный дом. В отеле нет своего спа-центра, но есть зона развлечений для молодежи, это иксбокс, виар-комната, аэрохоккей, есть своя бильярдная и даже проводятся различные занятия, в том числе занятия по йоге. неожиданно возможно для некоторых из вас действительно это такой уникальный отель сети ибис, мы к таким не привыкли в больших городах. Это была высота 960, мы с вами сейчас проговорили два курорта, это курорта роза, хутра и красная поляна, а сейчас мы с вами знакомимся с гостиницами в поселке красная поляна и в частном секторе. Начнем с отеля Grace Imperial, посмотрите, это отель 5 звезд, действительно очень много гостиниц появилось не только на курортах, но и за курортами и очень много достойных гостиниц, которые не уступают даже сетевым отелям. Отель Grace Imperial располагается в двух километрах от подъемника Красная поляна, это Эстасадок, трансфер, конечно же, безусловно, до подъемника он в зимний период, будет функционировать. Расписание я пока не знаю, но предполагаю, что несколько заездов, конечно же, будет присутствовать. Отель Grace Imperial состоит из двух корпусов, на два корпуса есть два ресепшена, два лобби-бара, всего порядка 70 номеров. Отель имеет свой открытый подогреваемый бассейн, также есть зона спа, сауна, хамамом и с открытым бассейном. Для детишек есть детская комната и также работают аниматоры и есть детское меню в ресторане. Все это включено в стоимость проживания, за спа-центра платить не нужно. Следующий отель это Grace Olympia, категория три звезды, очень комфортный отель, располагается в поселке Красная Поляна, в пяти километрах от ближайшего подъемника. Трансфер также будет организовываться в зимний период. Для гостей здесь предоставляется питание, завтраки, шведский стол. Из интересных моментов в отеле три звезды работает баня, настоящая русская баня на дровах, ее можно забронировать за дополнительную плату, ну и всевозможные варианты номеров, есть стандартные номера, есть номера мансарды и есть даже двухэтажные и трехэтажные коттеджи, которые полностью можно выкупить под большую компанию гостей. Вот как раз таки мы можем видеть русскую баню отеля Grace Olympia и открытый бассейн, который также здесь присутствует. Следующий отель это Grace Calypso, отель категории четыре звезды, порядка полтора километра от подъемника, также организовывается трансфер в зимний период. Очень симпатичная гостиница, смотрите, с такими очень тоже уютными, симпатичными номерами, стандарты 16 квадратов, Junior Suite 22 квадрата, отель очень хороший по соотношению цена-качество, здесь также есть свой спа-центр, отдельный для гостей Grace Calypso, с открытым подогреваемым бассейном, с двумя джакузи-бассейнами, есть тренажерный зал, есть душевые, сауны и хамам, действительно, очень приятно за такую стоимость получить такое, такое большое количество услуг. для детишек есть детская комната, есть детская игровая площадка, в отеле работает как бар, так и предоставляется ресторан, для того, чтобы туристы далеко не ходили. Отель Ив Монтан, категория 3 звезды, располагается также в поселке Эсто-Садок, порядка полутора километров до подъемника, отель открылся в 2018 году, он не предоставляет питания, но на первом этаже находится столовая в Селе-Паеле, очень известная столовая на Красной Поляне для туристов, которые проживают непосредственно в поселке, там очень бюджетно, с самого утра можно позавтракать, ну и также пообедать, поужинать в любое время. Очень приятный отель на самом деле, как раз таки мы можем видеть зону столовая тире ресторан в Селе-Паеле, очень приятная, я считаю, и номерной фон тоже супер. Супер для цены отеля и в Монтан Хотел. Трансферы организовываются в зимний период. Следующий апарт-отель, это апарт-отель уровня 4 звезды. Отель Снега, он открылся недавно совсем, буквально несколько лет назад, находится он сразу напротив, на противоположной стороны дороги от подъемника Красная Поляна, то есть достаточно удобное место расположения, туристам всего лишь нужно перейти дорогу по пешеходному переходу, и они уже подойдут к подъемнику. Апарт-отель Снега, достаточно высокого уровня, апарт-отель, в каждом номере, неважно, какую категорию туристы выбирают, они получают кухонную зону, если это стандартные номера, здесь также есть кухонная зона, можете посмотреть сейчас на слайде, если вы берете люкс, либо делюкс, здесь также в каждом номере есть своя кухня, это очень удобно. Поэтому отель работает без питания, для детей здесь есть игровая комната, и предоставляются детские кроватки. здесь есть шикарный спа-центр, вот мы можем видеть еще продолжение категории номеров, то есть помимо стандартных номеров, здесь также есть апартаменты, которые имеют большую квадратуру номера, есть люкс истераций, и по поводу спа-центра, на территории отеля работает шикарнейший новейший спа-центр, очень красивый, с большим бассейном, вот вы можем видеть его сейчас на слайде с можжевеловой баней, с русской баней, с джакузи, с турецким хамамом, финской сауной, с тренажерным залом, но все это за дополнительную плату. Стоимость вот этой вот зоны, зоны посещения бассейна и всевозможных бань и купелей, это от 2000 рублей. отель. Сколько точно в сезон будет стоить сложно сейчас предугадать, но сейчас вот средняя стоимость от 2000 рублей, в зависимости от загрузки. Гости, которые проживают в отеле снега, они также за дополнительную плату могут воспользоваться этой зоной. Ну и наши любимые дорогие апартаменты, которые мы активно также бронируем и предлагаем в свою очередь. Есть апартаменты разные, есть апартаменты в подборе тура 540, которые находятся на высоте 540, есть апартаменты 960 на высоте 960, а есть апартаменты премиум. В чем разница среди них? Это вот все те же домики, которые я ранее показывала зеленого, красного, желтого цвета, но апартаменты премиум, они у нас имеют наибольшую квадратуру номера, то есть здесь минимальные апартаменты от 70 квадратных метров, даже бронируя зону спальни и зону гостиной, номер уже будет 70 квадратных метров и так далее. Пентхаусы от 150 квадратных метров, то есть большая квадратура номера, самое наивыгоднейшее положение относительно подъемника у апартаментов премиум, они располагаются буквально-таки рядом с подъемником и, конечно же, это обновленный ремонт. Все апартаменты премиум, они все свежие, красивые, апартаменты 540, 960, без приписки премиум, они, конечно же, подуставшие, но это, конечно, очень удобный вариант для размещения бюджетной компании, семей с ограниченным бюджетом, это очень удобно, потому что здесь есть своя кухня и цена достаточно приемлемая. Вот мы можем видеть одну из комнат апартаменты премиум и достаточно просторную ванную комнату. Переходим также к следующим вариантам размещения на Красной Поляне непосредственно в поселке. Тоже очень известный комплекс отдыха Беларусь, который активно бронируете вы, предлагаете вашим туристам, потому что это отдых бюджетный, но такой своеобразный. Здесь очень домашнее питание в первую очередь. Отель работает на всевозможных типах питания. Это завтраки, полупансион и полный пансион. Это борщи, это котлеты, это голубцы, это гречка, это компот, это чаи домашние, все это в Беларуси. Действительно такой очень интересный комплекс отдыха с простым номерным фондом. Здесь несколько корпусов. Вот столовую мы можем видеть и номерной фонд. То есть номерной фонд достаточно простой, это нужно понимать, но и Беларусь имеет достаточно бюджетный ценник. Но здесь также, несмотря на свою бюджетность, есть еще и открытый бассейн. Он абсолютно бесплатный для гостей данного комплекса отдыха. И к слову сказать, если вы были в Беларуси в комплексе отдыха, я думаю, что вы со мной согласитесь, что именно отсюда открываются самые-самые красивые виды на местность, на эту горную местность, на горные вершины, на заснеженные вершины. Такого обзора, мне кажется, нет ни в одном отеле в Красной Поляне. К сожалению, вот Беларуси достаточно долго добираться до подъемника, он располагается удаленно. Трансферы организовываются несколько раз в день в зимний период. Но это такой нюанс именно этой гостиницы. В принципе, это, наверное, вся информация, которую я хотела вам рассказать про курорты Красной Поляны. У нас заключительный курорт это курорт Газпром. Отели мы на Газпроме разбирать не будем. Они у нас сегодня не по программе, но, как я ранее сказала, Газпром это такой достаточно уединенный закрытый горнолыжный курорт. Здесь располагаются всего две гостиницы. Это Гранд отель Поляна и Поляна 1389, которая находится на высоте до 1389 метров. На курорте Газпром у нас также, конечно же, есть всевозможные варианты развлечения. Это, конечно же, и развлекательный центр Галактика, который имеет открытый подогреваемый бассейн. Очень популярный среди всех гостей курорта Красная Поляна. Это кинотеатр, который также в Галактике располагается. Для тех, кто хочет на ночь остановиться в самом настоящем иглу отеля, это возможно сделать также на курорте Газпром. Каток крытый присутствует, конечно же, хаски-парк, тюбинг, все это безусловно есть. Для тех, кто хочет посетить самую высокую баню на Красной Поляне, называется она не просто баня, а это возможно сделать также на курорте Газпром. Попариться с видом на горные вершины. Такая эксклюзивная возможность есть только на курорте Красная Поляна. Ой, на курорте Газпром, заговорилась, прошу прощения. Ну и как ранее я говорила, здесь есть два горнолыжных склона. Это Лаура Газпром, который подойдет как раз таки идеально для более начинающих катальщиков и для любителей сложных трасс, черных и красных это курорт Альпика. И здесь мы можем видеть как раз таки отель Гранд отель Поляна и отель 1389. Вот такие вот у нас интересные курорты представляют общий комплекс Красная Поляна. Я думаю, что по происшествию по посещению инфотуры на Красную Поляну мы будем повторять конечно же вебинар посвященный этой теме потому что приедем с новыми знаниями наверняка с новинками В заключении хочу конечно же вас поблагодарить за внимание за ваш интерес и по традиции конечно же провести розыгрыш Тому кто правильно и быстрее всех ответит на вопрос мы подарим конечно же нашу брендированную продукцию нужно будет направить письмо на почту ван.marketing собака fstravel.com о том, что вы выиграли приз и мы уже с вами сможем списаться чтобы понять где вы находитесь в гости вы к нам придете или нам придется отправлять ваш подарок мой вопрос будет посвящен курорту розыхутер сегодня мы говорили о технических характеристиках этого курорта и также была возможность увидеть как и на карте так и на слайде с техническими характеристиками самую высокую точку курорта розыхутер называется она каменный столб а вам нужно ответить ее высоту 1509 метров Татьяна благодарю вас вы первая прямо молниеносно смогли ответить на мой может быть не совсем и простой вопрос Татьяна Данилова я вас поздравляю пишите нам на почту вм.marketing собак и я вам в ближайшее время отвечу инфотуры планируются с конца октября месяца и вплоть до середины ноября будет несколько инфотуров скомпонованных таким образом что посещаем мы Красную Поляну и Меретинскую Низменность и Абхазию из нескольких городов России будут инфотуры если я не ошибаюсь это Перм Челябинск Санкт-Петербург Ростов-на-Дону Краснодар из этих городов будут осуществляться инфогруппы если информации на сайте еще нет то я думаю в ближайшее время она должна появиться коллеги всем спасибо за внимание желаю вам хорошего окончания дня и конечно же классных выходных отдыхайте я надеюсь что у вас это получится и будем ждать вас на Красной Поляне потому что это это будет незабываемое время для тех кто еще здесь не был обязательно нужно съездить даже если вы не катаетесь поверьте развлечений там действительно хватит абсолютно всем всем спасибо всем до свидания